Субтитры делал DimaTorzok Это канал, а там настоящая река Клязева, которая становится потом Клязевским водохранилищем И такая становится широкая, благопрудная, она огромная А здесь она такая маленькая, мы там еще не подъезжаем Если хотите знать, где это, переходите к Ане в инстаграм и спрашивайте И вообще, все, что касается ее квартиры, я думаю, что она с радостью с вами поделится Конечно, конечно Ну и опять тадам Потому что здесь, смотрите, как интересно сделан балкон Ну, внизу у нас можно валяться, когда там, например, зимой, там подогрев включить Там может прям вообще, прям уж пылать И наш двухэтажный балкон, мы называем 9,5 этажей Вот, смотрите, там такая лаунж-зона Да, вместе с... Уп! Так С гамаком Да Все организовали Многие, особенно девочки, они сюда залазят и такие, им говоришь Ну попробуй, попробуй Она такая, да-да, я поняла, что круто И не залазят, потому что им страшно, что это все свалится Ну, у нас здесь помещалось, наверное, человек 7 Здесь прям сидела на одном балконе Мы заморочились над проектом, но единственное, тоже так Здесь есть подсветка и как бы ночью это красиво Но вот эта вот пена, она до сих пор у нас не убрана Да, вот смотрите, я полежала на этом гамаке И вот такой вот вид Поверх домов, поверх деревьев, облачка видно А закаты видно, кстати? Ой, закаты шикарные, кстати, вот тоже вот там Там закаты И здесь еще вот эти красивые дома со всякими башенками Они реально круто подсвечиваются ночью И мы все время шутим, что круче жить в дурацком доме, но с видом на красивые дома Чем они пялятся на наше Да, что-то в этом есть Так, а я еще вот смотрю Смотрите, тут немного отошла, обои отошли Но тут сделана теплоизоляция на балконе, тоже самостоятельно, ребятами И тут, ну, прям тепло, прям можно спать зимой Шарище, мы даже открыли окно, когда включили И прям было так жарко, что мы такие, так, пора открывать окна Да, да, это делалось все своими руками И все вообще, ну, прям было заморочено Такие штучки Ага Хотя бы не так жарко, чтобы было в комнате Ну, да, шепарится Солнечная сторона, поэтому жарко, да? Да, ну, как бы спать на балконе можно реально только зимой Потому что летом здесь парил Балкон у меня не просто балкон, то есть вообще все в целом здесь делалось для того, чтобы было рабочее место Он, к сожалению, не теплый, потому что я сделала большой вынос Рама заканчивалась вот как бы здесь, прям вот тут И это был бы балкон посреди окна Чтобы сделать вот этот большой подоконник и все мое художественное хозяйство здесь разложить Вот мне пришлось сделать большие выносы Чего зимой, ну, как бы здесь будет холодно Ну, пока не зима, пока я работаю, меня все устраивает Потом как бы, ну, я перенесу обратно стол Буду работать в комнате Здесь я снимаю видео Здесь мои материалы, мои скетчи Покажи скетчи Где, собственно говоря, вот я снимаю по ним уроки И могу вас научить рисовать так же с самого нуля То есть у меня есть обучающие курсы прямо для новичков, для новичков Это уже для более продвинутых, тех, кто прошел базовые курсы Я сажусь вот так вот и снимаю, рисую и рассказываю, каким образом мы рисуем Рисуем, собственно говоря, вот этими вот маркерами, которые здесь стоят И также отдельно я учу рисовать на айпаде Вот второй как бы инструмент То есть у нас есть два варианта Я по настроению могу сесть и рисовать либо на одном, либо на другом Класс, очень красиво Я обожаю, мне кажется, вот это все обожают Да, на самом деле фотки ящика с маркерами Собирают всегда гораздо больше лайков, чем самый зашибенный скетч Так, а я еще вижу, у тебя здесь есть цветочки живые все, да? Да, и мне захотелось кактусы Я сначала, когда их покупала, они у меня в ванной стояли на полочке с инсталляцией Сейчас переехали сюда Просто на балконе их держать нельзя Они все начали гореть Но вот с этими вот копеечными шторами из Икеи, которые закрывают свет Они перестали жариться, потому что иначе они у меня просто засыхали и падали То есть нельзя, конечно, кактусом прямой вот такой свет Но никому нельзя Там вот суккуленты, то есть вполне все стоит Ничего не дохнет, несмотря на то, что здесь очень сильное жарище Айфон не выдерживает Понятно А Монстера живая? Нет, это все просто декор Декор, красиво На самом деле классно вообще То, что есть рабочее место, это просто супер И вот я направила камеру сейчас в другую сторону на себя И вы видите, здесь стена Это искусственный газон Но, естественно, это выглядит очень свежо, круто Вообще прям, как будто находишься не на балконе, а где-нибудь можно сидеть Вот, я прилегла Позагорать Как ты дошла до идеи сделать здесь зону рабочую? Марка у меня небольшая То есть у меня не глобальное производство Я делаю все вручную, у меня штучные вещи Поэтому мне снимать какое-то помещение для мастерской не очень удобно А работать дома тоже не очень удобно, если нет мастерской Вот, поэтому в прошлой квартире я работала в гостиной И это была катастрофа Это была просто катастрофа Потому что нужно было свернуть, развернуть, убрать Ящики откуда-то достать, с материалом куда-то поставить В общем, полный хаос был Когда мы переехали сюда, я просто сразу отжала балкон Я сказала, муж, вот здесь выйдет моя мастерская и все, на нее не посягать Вот, на самом деле есть немного, у мужа есть гараж И у него часть вещей, собственно, все там Поэтому балкон мой Балкон большой Как кабинет, просто роскошно Но для работы с кожей все-таки не хватает места, не хватает раскроенного стола Площады просто, да? Да, шкуры большие Вот, собственно, вот так хранится кожа Кожа должна храниться только в рулонах Таким образом она не мнется И с ней все хорошо Вот, то есть вот по длине Вот она шкура И чтобы ее раскроить, ее нужно разложить И не всегда удобно Но это вот небольшой балкон, небольшое пространство Но все равно я справляюсь и все это все убираю Как зимой? Зимой, на самом деле, хорошо Потому что, во-первых, очень тепло оттуда Все тут утеплено Если честно, я технических, наверное, не расскажу Каких-то нюансов Но здесь утеплены все стены Здесь хорошие стеклопакеты Ничего нигде не дует Единственный минус Мы пока не успели утеплить пол Он обычный Ламинат? Да, ламинат Там какая-то, наверное, стяжка И что-то такое вполне классическое То есть он не теплый Но вот мы хотим поставить теплый пол И просто проблема решится просто сразу Вот, но на самом деле здесь не холодно Я вижу, на потолке вы сделали тоже какие-то панели Да? Да, просто так, как везде бетон Соответственно, бля Красоты, чистоты Вполне очень бюджетный такой материал Очень подходит Все чистенько, светленько А столешница из чего? В общем, такая очень бюджетная история А, ну просто вот как доска МДФ, что ли, называется Да, МДФ, кажется, это называется Ну, то есть это вот клееные пилки Так, вот это ставить всякие пуговки и дырочки делать, да, я знаю У меня их два Я вижу, вот он второй Да, это вот первый Он легендарный Первые сумки, которые я делала, они были скреплены клепками, а не швами По-моему, я считала 200 или 300 клепок у меня в одной сумке И нужно было их пробить Физически очень тяжело Я все-таки поняла, что нужно потратиться на нормальный пресс И так у меня появился вот этот очень крутой ударный механизм По-моему, здесь механизм на почти две тонны Очень классно бьет Покажи лучше сумку Старую или новую? Любую Дай, 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 покажите Вот это то, что я делала раньше Такие они брутальненькие Они были все у меня в байкерском стиле Я же мотоциклист Сумки у меня в байкерском стиле И они, конечно, шикарные, очень удобные Все из кожи В общем, вот это все нужно было пробивать На этой штуке это все пробивало Это новая, новая моя коллекция И они достаточно долго будут теперь в таком виде Совсем другие А покажи, покажи Они по-прежнему брутальны Такие вот Они такие Такой клач Он такой мягенький Мягенький очень Там у меня специально поднабито для хранения Вот Это твой бренд? Немецкое слово Не могла себе отказать в удовольствии Как оно читается правильно? Оно читается Бехерст А что значит? Это решительный, отважный, настойчивый Ну, короче, кто себя узнал, вы знаете, что делать Да А, подожди, у тебя еще О-о-о Ну, тут кабинет в виде творческой личности Смотрите Это вот знаешь Если бы ты жила в Америке У тебя бы была там коллекция всех каких-нибудь сборников Там, комиксов, да? Или там Или как они там собирают Ну, так же все журналы какие-нибудь Да, я вот так собираю все В Нью-Йорке Все Vogue Ну, сейчас уже меньше Сейчас вот сменился редактор в журнале И стало все как-то не так чудесно Ну, класс Мы сделали такой вот крючок Чтобы не могла кошка зайти на балкон Если мы этого не хотим То есть у нее туда как раз голова не помещается Как это опытным путем вы достигли? Да, да Особенно тоже создается впечатление Что это терраска с такой калиточкой Хотел создать такой вот момент Что ты выходишь не на балкон А как будто на террасу И это относится к раскаленненной мечте про частный дом Идем смотреть Слушайте, ну балкон у вас просто гигантский Был грех его не использовать Очень красиво Тоже просто покрасили в белый И добавили декора Да, добавили декора Здесь на самом деле изначально не было ничего Был бетонный пол Ужасные какие-то розовые стены Непонятно в чем И самое главное здесь была огромная щель Между полом и стенкой Вот здесь вот просто можно было руку просунуть То есть мы здесь полностью все заштукатурили Замалевали Покрасили в белый Поставили шкафы Покрасили рамы Отшлифовали от старого лака Получилось очень уютно тоже Очень уютно Мне нравится вот эта инсталляция с цветами Искусственная, да? Нет, это не искусственная Живые цветы? Живые цветы, да Класс Композиция цветочков Я просто давно мечтаю В частном доме И пока не получается Воплотить это в реальность Поэтому садоводство Для меня ограничивается Маленькими контейнерами Балконами Я здесь посадила Вереск, майоран и розмарин Но... А, еще овес Но они, короче, Не очень хорошо себя тут чувствуют К сожалению Потому что этот балкон Летом очень сильно нагревается И растения просто засыхают Как бы я не старалась Их прикрыть от солнца Или проветрить тут Какое интересное решение с зеркалом Это еще добавляет зелени Сразу же Да, да Я просто думала о том Что с обратной стороны Тоже очень красиво Нужно это тоже показать Поняла Откуда у вас жалюзи? Был не так давно Здесь в Золотом Вавилоне Была Косторама Это был Наш вообще спасательный круг Потому что Во время ремонта Все, чего нам не хватало Иногда буквально Там десяток хватало Сморезов Вот И можно было Сходить спокойно В Костораму И докупить все Мы там покупали И краску И жалюзи В принципе Очень много вещей Оттуда Но, к сожалению Она закрылась Так что больше Мы туда не ходим Слушайте, ну как круто И уютно висит это кресло Я, наверное, должна была С самого начала Его показать Да, это Очень красиво Такое место для И раздумий И попить здесь что-нибудь Очень приятно Как раз Сначала Не хватало полочки Думали, что надо что-то сделать Вот, решили еще полочку Здесь докрутить А картина белая Осознанно? Нет, просто Мы еще не успели Алена Ну, так же Умеет писать картины Поэтому В принципе Натянула подрамник Но Осталось только Что-то туда Добавить Нанести Вот Ален, а вообще Чем ты занимаешься? У тебя просто И цветы И картины Расскажи себе Пару слов Цветы Это мое хобби Я рисую С самого детства Пошла в художественную школу Еще до того, как пошла в школу Так Работаю я Дизайнером интерьера Архитектором Ночью светится, да? Да, конечно Красота Тут вообще очень уютно А откуда лампы? Это леруа Они Подключаются к розетке Соответственно Не нужно привязываться Никакому электровыводу Сюда мы поставили Вот такие лампочки И вечером очень красиво Падают Блики Разноцветные Да А там просто Обычное освещение В том светильнике И тоже добавляет уюта Если ты из кухни Например Да А что вот это такое? Вот Вот это Это вот включение Светильника Сенсорная панель Сенсорная панель Да И я смотрю Что во многих местах Вы использовали Вот это крепление Тоже как оно называется Где его взять Потому что выглядит Вполне Симпатично Оно было в комплекте Со светильником В принципе Они продаются И отдельно тоже В любом магазине Где вам можете Купить светильник Можно какие найти Я не помню Как они называются А еще насчет гамака Каждый может Вот так себе взять Подвесить его Или там есть Какие-то ограничения Вот для этих крюков Я тоже домой себе В детскую хочу Такой гамак Его можно без проблем Повесить Плиты перекрытия Рассчитаны на нагрузки Соответственно Нужно просто Выбрать правильный анкер На необходимое количество Килограмм И в этом случае Можно повесить В любом месте Весь комнате Да То есть там потолок Насквозь все равно Не проткнешь И как бы они Когда погружаешь их В потолок Имеют распорку И назад уже не вытащишь Только можно срезать Чем-нибудь И все То есть поэтому Это супернадежная штука И практичная Для вот качелей Для всего Откуда текстиль? Это мы привезли Из Бали Шкурка из хопа И подушки Вот эту подушку Наволочку Я заказала на Алиэкспресс Она должна была быть Совсем другого качества Она должна была быть Такой Какая, какая и есть Как вот на этой подушке Плотной Материала Она какая-то Холщевая Не знаю Непонятная Так, в общем Идем дальше Наконец-то вышли на балкон Здесь стены Они выполнены Из того же МДФ Это Леруа Мерлен Под кирпич Панели Которыми облицевал я Всю лоджию Также во всей квартире Куча розеток Даже больше Чем я ожидал использовать У меня порядка 30 розеток Из которых я, наверное 10 всего пользуюсь По поводу окон Цвет их Сделан также Под дерево Это ламинация Окна Консалт Компания Которая производила их Ну и соответственно Мне хотелось Выполнить Эту зону В единой гамме И цвет окон Цвет Этой Часть корпусной мебели И того Пуфика Они совпадают Что здесь находится Здесь Как раз таки Как я и говорил Шкаф тоже По эскизу Выполнен Он в потолок В нижней части Зона Для нижнего белья И так далее Здесь рубашки И там всякие майки И вот Здесь я сделал Такой отсек Небольшой Специально В 15 сантиметров Для того Чтобы ставить туда Сушилку Гладилку Швабру И сноуборд Так как я катаюсь Зимой на борде А где ты сушишь вещи В итоге Вытаскиваешь И здесь сушишь Да Сушилку вытаскиваю Отсюда И здесь Ставлю Так как места полно Ну а в этой зоне У меня находится Старый Чемоданчик А сколько у тебя Вышел ремонт вообще Полностью ремонт Вышел порядка Двух миллионов Вместе с работами строителей Которые вышли 300 тысяч Вот строительной бригадой Сейчас работаем Ребята мне понравились Они из Успекистана И делают все качественно Хотя не имеют Своей компании Но уже порядка 30 лет Создают ремонты И делают все хорошо И аккуратно Отлично Вот можно значит Рекомендовать к тебе Всех желающих Отлично Да Мы поменялись местами Развернулись на другую сторону Балкона Чтобы сейчас зрители Не удивились И Слушай Ну я вот на фотках видела Когда ты меня звал Классные решения Мне нравятся Потому что там можно реально Посмотреть в окошечко Посидеть Кофейку попить Очень уютно Да я думаю Именно эта фотография Тебя и зацепила Поэтому ты решила прийти Здесь что интересно То что это тоже По индивидуальному заказу Сделана мебель Все тоже Вся та же компания МФ Куб И здесь что интересно Что можно сидеть Располагаться Большой компанией Друзья В пространстве Которое под сидением Здесь находятся Всякие ящички Со всяким Ненужным материалом И так далее И как раз таки На зону ступеньки И зону сидения Я установил Паралоновую подушку Которую мне Сшила мамина подруга Из моих старых джинс И она вышла Всего полторы тысячи рублей Прикольно И я искал Такие же подушки Так для интереса Такие стоили По 9-15 тысяч В других магазинах А эта тоже Подушка была выполнена Из маломовинного Старого платья Да Которое Она носила долго Но при этом Она сгодилась Еще и в качестве подушки Ну и Здесь у меня Огород с монстерой Который я очень люблю И поливаю Вот И еще одно решение Заключается в кондиционере Который находится На лоджии Кондиционер Хенсенс Который может Охлаждать Или нагревать Помещение До 36 квадратных метров А это как раз таки Площадь моей квартиры Всей И Почему я вынес его На балкон Во-первых Он Здесь гармонично Вписывается Под всю эту Композицию И если например Я хочу охладить Или утеплить Только лишь зал То я закрываю Например Окно на кухне И весь поток воздуха Идет туда Если я хочу сделать То же самое для кухни Я закрываю здесь дверь Или могу сделать Это все для всей квартиры Вот знаешь У тебя наверное Классное решение Не сам кондиционер А в принципе То что балкон Настолько связан Со всей остальной квартирой 36 квадратных метров Это без учета балкона Да это без учета Соответственно Общая площадь Это 41 квадратный метр Прекрасно И действительно Этот балкон Он такой жилой Тут много мест хранения Это прекрасное решение Да Ну и здесь Теплый пол Поэтому зимой Можно его утеплять Плюс кондиционер Соответственно Зимой здесь Может быть тепло Но так Здесь был открытый балкон Мы его сделали В лоджию Превратили Утеплив 10-миллиметровыми Панелями утеплителя Продолжение следует...